Всем привет! Этим роликом я открываю небольшую серию, посвященную теореме Гудстейна, специально для канала Маткульт-Привет Алексея Саватеева. Прежде чем перейти непосредственно к формулировке этой теоремы, ее доказательству, я бы хотел сказать несколько слов о истории, приведшей к этой теореме и о ее значимости для основания математики. Ну, я бы хотел теорему Гудстейна поставить в один ряд со следующими математическими утверждениями. Во-первых, это пятый постулат Вивклида. Во-вторых, аксиома выбора. И в-третьих, теорема Гёделя о неполноте. Ну и вот в течение этого ролика я попытаюсь объяснить, почему вот эти четыре утверждения я ставлю в один ряд по их значимости для основания математики. Ну, начнем с того, что пятый постулат Вивклида появился в работе начала Вивклида, которая была написана им приблизительно 2300 лет назад. И в течение всего этого срока, ну, по крайней мере, до XIX века, математики пытались вывести пятый постулат из остальных постулатов начала Вивклида. Почему они пытались это сделать? Дело в том, что первые четыре постулата, они выглядели довольно-таки конструктивно, понятно, на житейском уровне они не вызывали споров. В то время как пятый постулат, даже если его формулировать не в первоначальном виде, как это писал Евклид, но и в более позднем виде, например, как в школьных учебниках, он все равно вызывает некое такое, что ли, недоверие. Не сильно, но тем не менее. Я напоминаю, что такое пятый постулат. В нем говорит следующее, что если мы возьмем плоскость, проведем на нем прямую какую-то вот эту L и возьмем точку, не лежащую на этой прямой, то через эту точку можно провести прямую параллельную L данной прямой и при том только одну. То есть существует и единственная прямая M параллельная L. Параллельные – это значит не пересекаются. И вот мы представим, представьте ситуацию, когда мы на практике имеем какую-то прямую, ну хорошо, пусть мы уверены, что это прямая, но мы хотим провести именно параллельную, то есть как бы вот два рельса, грубо говоря, проложить. Мы можем гарантировать, что они не пересекутся до тех пор, пока мы в состоянии проверить на каждом шаге, на каком-то расстоянии, что они действительно не пересекаются, соблюдать расстояние между ними. Но понимая, что существует какая-то погрешность, существует определенное ограничение по времени, там еще какие-то ограничения. Мы, понятное дело, не сможем до бесконечности это проверить и гарантировать, что они вообще никогда не пересекутся. То есть действительно ли мы всегда можем выбрать такой угол, чтобы они вот шли, не пересекаясь до самого конца Вселенной, даже, грубо говоря. И поэтому вот такая вот сомнительность этого постулата, она заставляла его пытаться доказать или опровергнуть, в общем, как-то разобраться с ним логически при помощи тех постулатов, которые гораздо более очевидны, чем этот. Ну, например, есть такой второй постулат, в котором говорится, что всякий отрезок, Евклит это называл ограниченной прямой, всякий отрезок можно продолжать в обе стороны, за обе границы этого отрезка, сколь угодно долго. То есть вы можете, грубо говоря, этот же отрезок откладывать туда и туда столько, сколько захотите раз, оставаясь на той же самой прямой. Тут вроде как сомнений нет, потому что всякий раз мы, ну, какая-то конечная процедура, да, захотели два отрезка отложить, отложили два, захотели 10, отложили 10. Понятно, как это делать и как проверить, что мы их действительно отложили. Здесь же утверждается что-то просто абстрактное, то есть есть некий постулат о существовании чего-то, но без конструктивного построения. Не говорится, как конкретно надо брать и строить эту самую прямую. Так вот, достаточно долго этот постулат пытались вывести разными способами. И один из, естественно, самых таких основных математических методов – это доказательство от противного. То есть, ну, мы знаем закон исключенного третьего, а или не а. Соответственно, если мы предполагаем, что у нас пятый постулат неверен, доказываем, доказываем, приходим к противоречию, и тогда это будет означать, что пятый постулат верен, потому что либо он неверен, либо верен, и третьего не дано. Это правило логики еще со времен Аристотия. Называется терциум нондатор. И вот метод от противного базируется как раз на этом правиле, на законе исключенного третьего. Таким путем многие пытались построить, прийти к противоречию, строили какие-то геометрические объекты, доказывали теоремы. Но наиболее полное исследование, пожалуй, относится к Николаю Лобачевскому, нашему казанскому математику, который в начале XIX века, а именно в 1828 году, опубликовал работу под названием «Воображаемая геометрия». По всей видимости, по аналогии с комплексными числами, я напоминаю, что в комплексных числах есть мнимая часть и, ну там какой-то коэффициент на и, и вот эта мнимая единица и от французского иммажинер воображаемый. Соответственно, к геометрии Лобачевски применял такой же тезис. То есть он сам, по-видимому, не считал эту геометрию каким-то описанием реальности, но, тем не менее, он ее построил. То есть он проделал фактически такую же работу, как Евклид. Всю геометрию проработал, построил очень много всяких теорем. Их там десятки насчитываются. И противоречия не нашел. А отправлялся он именно от отрицания пятого постулата. Причем надо заметить, что пятый постулат можно отрицать разными способами. Дело в том, что пятый постулат говорит нам, что, во-первых, такая прямая существует, а во-вторых, что она только одна. И поэтому, когда мы отрицаем пятый постулат, здесь может быть два варианта. Первый вариант такой, что такой прямой вообще не существует. Не существует прямой параллельной L. А второй вариант, что такая прямая существует, и при этом она единственна. Но довольно давно уже математики установили, что вот первый вариант, что не существует прямой параллельной L, проходящей через одну точку, он противоречит первым четырем постулатам геометрии, так называемой абсолютной геометрии. Поэтому отрицание пятого постулата рассматривалось именно Лобачевским именно во втором варианте. Ну, надо сказать, что не только Лобачевский, но также Януш Баяе только чуть позже, через три года, опубликовал аналогичную работу, независимо от Лобачевского. И только позже, там, через несколько лет, Лобачевский опубликовал свою работу уже в Германии, поскольку тогда это, в общем-то, была математическая Мекка своего рода, очень интенсивно развивалась, особенно благодаря стараниям Клейна и впоследствии Гильберта. И, да, сначала, конечно же, Гаусса, который основал, в общем-то, университет в Геттингене. И Гаусс заметил эту работу, более того, он даже стал учить русский язык для того, чтобы ознакомиться с работой Лобачевского в оригинале. И далее мы из переписки Гаусса с его учеником Янушем Баяе узнаем, что Гаусс, на самом деле, и сам прорабатывал такую геометрию, скажем так, тайком, даже раньше, чем Лобачевский, но он не осмелился опубликовать свои труды, потому что эту теорию считали какой-то очень странной и непонятной. И основная часть математиков не воспринимала так называемую воображаемую геометрию как какой-то серьезный научный труд. Но затем мы видим, что геометрия стала развиваться. Пришел Римман, который развил еще больше как бы неевклидовой геометрии. Впоследствии пришли физики, которые сказали, что возможно, что наоборот геометрия Лобачевского описывает. Геометрию Вселенной. Хотя до сих пор мы не можем это с уверенностью сказать, поскольку мы не имеем столь точных методов измерений. И как раз это касается того самого пересекутся ли они где-то там, эти самые прямые линии. Но неважно. В общем, постепенно геометрия Лобачевского заняла свое место в мире математики. И окончательно ее статус был определен с появлением моделей этой геометрии внутри геометрии Евклида. Известны такие модели. Во-первых, Бельтрами в 1878 году построил модель геометрии Лобачевского внутри геометрии Евклида. То же самое независимо от Бельтрами сделал Феликс Кляйн в 1882 году. И еще там существенно позже появилась модель Пуанкаре. В чем как бы суть метода модели и вообще значимость его для основания математики. Дело в том, что модель она позволяет одну теорию погрузить в другую. И тем самым, если исходная теория непротиворечива, показать непротиворечивость новой теории. В случае геометрии Лобачевского это строится примерно следующим образом. Мы берем на обычной евклидовой плоскости круг без границы. Говорим, что точками новой геометрии являются точки этого круга и никакие другие. А прямыми новой геометрией являются хорды этого круга без, соответственно, граничных точек и никакие другие. Оказывается, что эти точки прямые они удовлетворяют аксиомам абсолютной геометрии, то есть первым четырем постулатам и отрицанию пятого постулата вот в этой второй форме, форме Лобачевского. Потому что действительно мы берем какую-то точку не лежащую на вот этой прямой, пусть это вот наша Л будет, эта точка в ней и мы можем провести много прямых, которые параллельны Л, потому что параллельны прямые это которые не пересекаются, они действительно не пересекаются. В геометрии Евклида они бы где-нибудь там пересеклись, но это было бы уже за пределами вселенной геометрии Лобачевского. Таким образом, получается, что мы, определив новые понятия внутри старой геометрии, получили, что для этих новых понятий выполняются все требования, которые предъявляет к ним теория с отрицанием пятого постулата. А это значит, что если бы пятый постулат был бы противоречив с первыми четырьмя, то мы бы смогли противоречия в геометрии Лобачевского переписать на язык геометрии Евклида, просто пользуясь вот этими определениями, и получили бы противоречие в геометрии Евклида. Но тогда и геометрия Евклида оказалась бы противоречивой. Поэтому вот построенная модель, она позволяет доказать, что, во-первых, геометрия Лобачевского столь же непротиворечива, сколь непротиворечива геометрия Евклида, а во-вторых, она сразу же нам демонстрирует, что пятый постулат является утверждением, независящим от остальных постулатов. То есть мы можем принимать как пятый постулат Евклида, так и его отрицание в форме Лобачевского. И то, и то получаются как бы равнозначные по своей силе геометрии. То есть вот у нас есть группа постулатов с первого по четвертый, и мы можем добавить пятый постулат. Получится геометрия Евклида. Есть постулаты с первого по четвертый, и мы можем добавить отрицание пятого постулата, ну вот, в этой второй форме. И получается, соответственно, геометрия Лобачевского. Евклид и Лобачевский. Вот эта часть называется абсолютной геометрией. А это то, что выбивается из... То, что мы добавляем к этой самой абсолютной геометрии, и получается две разных геометрии. Более того, впоследствии было показано, что и внутри геометрии Лобачевского можно построить модель геометрии Евклида. То есть проделать примерно такую же операцию. некоторые объекты геометрии Лобачевского назвать точками и прямыми, и для них будут выполняться все пять постулатов геометрии Евклида. То есть получается, что геометрия Лобачевского не противоречива тогда и только тогда, когда геометрия Евклида не противоречива. То есть это абсолютно равнозначные теории. Здесь мы подмечаем следующую вещь. Вот эти вот постулаты или аксиомы, их можно рассматривать как такие базисные элементы логического пространства теорем какой-нибудь теории. Ну, в частности, геометрии. Первым, наверное, это заметил Гильберт, который как раз к вот этим к аксиоматическим теориям предъявил следующие требования. Он на конгрессе 1900 года выступал и объявлял свою программу формализации математики и там, в общем-то, предъявлял такие требования к аксиоматическим теориям. Значит, что такое аксиоматическая теория? Это некий язык. В этом языке сформулированы правила построения формул. То есть как мы буквы соединяем друг с другом, со скобочками, с логическими символами, и тем самым получаем некий язык. Из этих формул мы выделяем некоторый список, который объявляем аксиомами, и вот к этому списку предъявляются следующие требования. Во-первых, они должны быть независимы. Значит, аксиомы должны быть независимы. Второе, непротиворечивы. На самом деле, из непротиворечивости следует независимость. То есть, наоборот, из независимости следует непротиворечивость. И третье, список аксиомов должен быть полным. Вот этот последний тезис, это как раз камень преткновения аксиоматических теорий, как оказалось впоследствии. Что значит полнота? Ну, мы сразу можем заметить, что есть некая аналогия между аксиоматикой и базисом векторного пространства. Вот если у нас есть какой-то базис, мы любой вектор в пространстве можем по этому базису разложить. И обычно, когда мы говорим о векторном пространстве, мы там ищем какой-то базис, доказываем его существование. Есть различные алгоритмы построения этого базиса, отправляясь от какого-то производного вектора. И к базису предъявляются аналогичные требования. Во-первых, непротиворечивость по сути означает, что пространство не должно состоять из одной нулевой точки. То есть, когда базис пустой и там ничего нет. Независимость означает как раз линейную независимость векторов. То есть, у нас никакой вектор базиса не должен выражаться через другие векторы базиса. И, наконец, полнота это как раз ключевое требование к базису, которое говорит о том, что любой вектор линейного пространства должен выражаться через базисные векторы. Опубликовав эти требования к аксиоматическим теориям, в общем-то, Гильберт определил цель для математиков, да и для физиков тоже, о том, как надо строить аксиоматические теории, которые описывают, в общем-то, некую реальность. Реальность, которую можно описать математическим языком. Тут надо заметить еще, что подход Гильберта, он очень сильно меняет представление о том, как строится вообще теория. Ну, там вот как раз это произошло в 19 веке, потому что ранее теории были постулативными. Постулаты напишем versus аксиомы. Что значит постулативные? Ну, вот возьмем геометрию Евклида, там пять постулатов. Эти постулаты, они описывают некие хорошо наблюдаемые, фиксируемые явления природы, которые можно записать простым языком и которые как раз являются отличительной особенностью изучаемой предметной области. То есть постулаты Евклида, они не содержат в себе определений базовых свойств. Они не говорят нам, что такое точка, что такое прямая. Обычно это дается, так сказать, немножко в стороне от постулатов и говорится там, что точка она не имеет размера, прямая, не имеет толщины, что-то такое, но при доказательстве теорем геометрических, когда мы отправляемся от постулатов, мы при этом еще привлекаем какие-то дополнительные знания о том, что такое прямые точки, плоскости и так далее. Гильберт же наоборот говорил, и даже у него есть такая фраза, что нам для аксиоматической теории должно быть неважно, что мы понимаем под объектами этой теории. То есть она может говорить нам о точках прямых и плоскостях, а может нам рассказывать про столы, стулья и пивные кружки. Если эти самые пивные кружки удовлетворяют тем правилам, которые записаны в аксиомах, значит и все теоремы данной аксиоматической теории будут применимы к этим самым столам, стульям и пивным кружкам, и нам совершенно не важно, как они в реальности называются. тем самым мы наш язык математический и вообще все математическое вот это вот знание, теоремы освобождаем от различных интерпретаций, мнений, суждений и от авторитетов, что часто бывает в гуманитарных науках, там, где, скажем, авторитет может быть более значим, чем какие-то логические построения. Вот. Ну и кроме того, даже в физике мы, как правило, проводим много экспериментов с различных точек зрения, чтобы постараться учесть все возможные нюансы. С математикой дело обстоит с одной стороны проще, с другой стороны сложнее, потому что мы как бы полностью отрешаемся от реальности и доверяем процесс получения знаний строго вот этой формальной машине, которая четко по некоторым правилам вывода получает результаты. Тем самым мы, конечно, многое выбрасываем и мы не гарантируем, что эта теория применима в какой-то конкретной области, но зато мы гарантируем, что если аксиомы подходят для этой области, то с той же самой силой и все теоремы данной теории подойдут для этой области. Если, например, у вас имеется там квантовая механика и вы говорите, что квантовые явления описываются теорией Гильбертовых пространств, соответственно, все теории, все теоремы, которые получены про Гильбертовые пространства, они также будут работать применительно к квантовой механике. Если вы ошиблись с выбором аксиоматики, тогда уж извините, математики тут ни при чем. Мы вам просто даем некую машину, а вы эту машину используете, значит, можно молотком в гости забивать, а можно варить кашу. И результат будет зависеть напрямую от того, насколько адекватно аксиоматику вы приложили к данной конкретной предметной области. Тем самым мы как бы возвышаемся над всем этим бренным миром, запираемся в замки из слоновой кости и изучаем саму математику и математические теории как некий чистый объект, объект чистого разума, исследуем ее внутри чистого разума. И вроде бы стало оказаться, что этот путь достаточно надежный, потому что фактически вся математика, анализ, естественно, который, ну, матанализ, который тогда очень бурно развивался стараниями Вейер-Штрасса и Каши и многих других, все оказывается можно погрузить в такие формальные теории. То есть появилась формальная геометрия, которую создал Гильберт. Он опубликовал свою работу где-то в тысяча в 898 году и называлась она «Основание геометрии». Там уже было не пять аксиом, как у Эвклида, а что-то порядка 18, потому что эти аксиомы описывали вообще все возможные взаимодействия, ну, базовые, естественно, между точками, прямыми и плоскостями. Впоследствии Тарский упростил эту аксиоматику, привел ее к языку первого порядка и более того доказал полноту. Доказал, что геометрия вот в гильбертовском смысле аксиоматическая геометрия полна. То есть любое высказывание про геометрические объекты, сформулированное на языке геометрии Тарского, оно либо доказуемо, либо опровержимо. То есть оно как бы раскладывается по базису из аксиом. Это было достижение, но оно было получено уже в 51-м году 20-го века. Тем не менее, вот этот процесс формализации, объявленный гильбертом, он набирал обороты. Появилось, сначала появилось, появилось, значит, трансцендент, трансцендентные числа Кантора. Георг Кантор в 1878 году опубликовал свою работу о трансцендентных числах, которую мы, кстати, посмотрим попозже. И после этого стало складываться понимание о том, что существует некая универсальная теория математическая, в которую можно погрузить всю математику. Эта теория сейчас называется теория множеств Цермела Френкеля, которая, по сути, отражает самые базовые методы мышления математиков, то есть построение множеств, операции над множествами, выделение каких-то частей из этих множеств. И, в общем, по сути, это отражение нашей логики, логики нашего разума, обернутое в терминологию неких множеств. Таким образом, программа формализации Гильберта постепенно набирала обороты, сам Гильберт постепенно отошел вообще от математики, он очень сильно погружался в физику, начиная где-то с 1910 года. Я напоминаю, как раз в эти годы появилась квантовая механика, появилась теория относительности. Гильберт очень активно этим занимался и сделал достаточно много для формализации именно физических теорий, в частности, теории относительности. То есть, он ей придал такой очень строгий, законченный математический вид. И все было бы хорошо, если бы не появились так называемые интуиционисты, движение которых возглавил Брауэр. И интуиционисты замахнулись ни много ни мало на сам закон исключенного третьего. Интуиционисты сказали, что всякая формула математики, она может быть истинна, может быть ложна, а может пребывать в каком-то неком третьем состоянии. Ну, по всей видимости, можно сказать о том, что квантовая физика, наверное, здесь очень сильно повлияла на взгляды интуиционистов, потому что мы знаем, в квантовой системе частицы могут находиться в базовых состояниях, а могут находиться в так называемой суперпозиции этих состояний. Вот код Шрёдингера и жив и мёртв одновременно, пока мы их не измерим. В данном случае измерением является некое доказательство того, что формула истинна или формула ложна, но не просто доказательство, а конструктивное предъявление построения какого-то объекта. Надо сказать, что вот это вот движение интуиционистов неким образом восходит еще к Кронекеру, который говорил, Бог создал натуральные числа, остальное дело рук человека. Имеется в виду, что все построения в математике надо выполнять за конечное число шагов. То есть, вот мы берем числа, из них что-то конструируем, какая-то получается конечная формула, никаких там пределов последовательности, никаких чистых теорем существования, типа вот этой вот постулаты, когда мы просто гарантируем существование некой прямой, он не признавал. И в этом у него даже был спор, во-первых, с Гильбертом, который как раз был на стороне классицистов и поддерживал теоремы чистого существования в математике, потому что, как он считал, тогда бы у нас не было бы как минимум половины, а то и двух третей математики, потому что очень много теоремы математики, это теоремы чистого существования, доказанные методом от противного или еще каким-то способом отталкиваясь от разных аксиом, типа пятого постулата. И, конечно же, Кронекер нападал на Кантора. Даже ходили слухи, что именно Кронекер довел Кантора до психиатрической лечебницы, потому что Кантор говорил, что мы берем натуральный ряд, вот этот вот 0, 1, 2, 3 и так далее, до бесконечности, так сказать, а потом мы к этому ряду справа приставляем еще один такой же ряд, то есть, как бы клонируем его, потом еще, и так дальше продолжаем эту процедуру. То есть, мы получаем все новые и новые трансфинитные числа, то есть, бесконечные, они все больше, чем натуральные, но мы вполне себе можем ими оперировать, можем определить их сумму, произведение, порядок на них, и, в общем-то, там получается довольно стройная теория. кроникер вообще считал, что это все какая-то ерунда, и так делать нельзя, потому что это уже какие-то трансфинитные методы. Ну, глядя на все это движение интуиционистов, развитие конструктивной математики, Гильберт, в конце концов, не выдержал и вернулся в математику и стал заниматься именно основанием математики, он решил досконально построить, ну, воплотить в теорию свои идеи, которые он еще в 1900 году на Конгрессе докладывал по формализации. И вот они совместно с Бернайсом разрабатывают довольно большой труд, который называется основанием математики, работали они примерно с 20 по 30 годы 20 века. По сути, они построили то, что мы сейчас назвали бы машиной или компьютером, который умеет генерить новые теоремы. Суть заключается в следующем. Мы берем конечный алфавит, мы берем некие правила, конечный список правил, по которым можно генерить новые объекты в этом алфавите, новые формулы. А затем, значит, опять-таки, какие-то из этих формул объявляются аксиомами, набор этих аксиом должен быть либо конечным, либо он должен быть, должен записываться конечными методами. То есть, там вот, например, аксиома индукции, она что-то утверждает про любую формулу Фи, но эту аксиому можно считать как одну аксиом, потому что она что-то говорит сразу про серию одинаковых аксиом. Для каждой формулы есть своя аксиома, но на самом деле это просто одна аксиома про все формулы. Как еще говорят, список аксиом должен быть эффективно перечислимым. И, более того, дальше, когда мы получаем новые теоремы, то есть у нас получается такое производство новых теорем, как вот конвейер у Генри Форда, так у нас есть так называемое исчисление высказываний, исчисление предикатов, которое по строго фиксированным правилам, которые включают в себя принципы логики еще в Аристотельской, правила вывода Модус Понус, правила Барвайса для введения квантеров, там правила замены переменных. В общем, есть некий конечный набор правил, по которым можно из аксиом получать новые какие-то теоремы, то есть, по сути, строить доказательства. Тем самым, Гильберт фактически пытался примирить интуиционистов с, ну и последователей Кронекера с, значит, классицистами. Почему? Потому что он сказал, что, в принципе, аксиоматическая теория, она может описывать все, что угодно. И вот такие бесконечные числа тоже. А также континуум, например, то есть, мотоанализ тоже можно описывать аксиоматической теорией, но сами методы построения теории, вот они уже конечны. То есть, все наши доказательства, они, по сути, являются конечными алгоритмами, которые там за обозримое число шагов могут установить истинность или ложность какой-то там формулы. Тем самым он просто перенес требования конечностей, которые предъявлял Кронекер, с объектов математики на методы математики. И, по сути, создал некую науку, которая называется метаматематикой, которая изучает именно сами методы получения математических результатов. Ну, надо сказать, что программа получилась грандиозная. Очень много удалось с помощью этого, во-первых, вскрыть, найти много новых проблем. В частности, можно сказать, что результатами исследований в теории множества, вообще во всех этих формализмах, явилось то, что мы наконец-то смогли сформулировать аксиому выбора. До этого математики пользовались аксиомой выбора вообще как, даже не предполагая, что это может быть аксиомой, и не выделяя ее никак в явном виде. Потому что, что говорит аксиома выбора? Аксиома выбора говорит, что вот у нас есть куча каких-то множеств, и мы можем из этих множеств выбрать по одной точке и собрать их всех в некое новое множество. Ну, вроде бы, какие могут быть проблемы? Оказалось, что проблемы есть. Как только мы переходим к бесконечным совокупностям, у нас эта аксиома перестает выводиться из стандартной схемы аксиомы теории множеств, более того, у нее появляются всякие интересные следствия, типа там теоремы Тарского о разрезании шара, то есть мы шар можем разрезать на несколько частей, на конечное число частей, так, что потом, переложив их иначе, можем получить два шара того же объема. То есть нарушается закон сохранения объема при разрезании. Ну, понятно, что они будут неизмеримы, там полибеглые и все такое. Вот. Есть замечательный пример Виталии. И, короче говоря, получается, что аксиома выбора, с одной стороны, очень удобна, она очень жестко упорядочивает все множество, с другой стороны, она приводит к каким-то парадоксальным для нашей интуиции результатам. И вот такие проблемы начали постепенно всплывать. Поэтому математики, да, и все эти исследования математиков, они, естественно, каким-то образом выходили наружу, философы пытались оценить все, что происходило в те времена в конце XIX века, когда очень бурно развивалась физика, математика, пытались все это как-то оценить с философской точки зрения, вообще с точки зрения познания мира, там, отношения человека к миру и так далее. И некоторые философы стали поддерживать точку зрения, ну, скажем так, не интуиционистов, но некой непознаваемости мира в некоторых его частях. Например, был такой философ Дюбуар-Эймон, Дюбуар-Эймон, который бросил, как мы сейчас сказали, на вентилятор фразу игнорамус это игнорамимус. Что переводится с латыни, как «не знаем и не будем знать». Имелось в виду, что есть в природе принципиально непознаваемые человеком вещи, такие, как, например, создание Вселенной, появление Вселенной, человеческий разум, сам себя познать не в состоянии, и время он тоже относил к этой категории. Понятно, что многие ученые с этим были не согласны, потому что наука делала просто колоссальные успехи. И Гильберт тоже был не сторонником этого принципа, он как раз считал, что все явления природы можно погрузить в аксиоматические теории, более того, в полные аксиоматические теории, и отсюда будет следовать, что любое утверждение про какие-то явления природы мы сможем либо доказать, либо опровергнуть строго формальными математическими методами. И вот на волне успехов математики, на волне успеха его метода, его программы формализации математики и физики, он даже когда выступал в Кёнигсберге в 30-м году там проходил конгресс ученых и медиков Германии, а Гильберт делал завершающий его карьеру доклад, ему уже было 68 лет в это время, значит, и он делал такой обзор всех своих достижений в математике и свой доклад закончил знаменитой фразой «Виа Мюссен-Виссон Виа Верден Висссон» Эта фраза выбита на его надгробной плите в Геттингене. Имелось в виду следующее, то есть, да, переводится это с немецкого как «мы должны знать и мы будем знать». Имелось в виду, что мы все явления природы должны изучить и более того мы сможем это сделать благодаря аксиоматическим методам, то есть, мы сможем все наблюдаемые нами природные явления как-то формализовать, погрузить их в математический язык и, соответственно, показать доказатели, опровергнуть какие-либо практически любые факты о мироздании. Ну, понятно, что вот этот его тезис является антитезом к изречению Дюбаа Реймона. Если тот говорил «не знаем и знать не будем», то Гильберт наоборот сказал, что мы должны знать и мы будем знать. Но примечательно, что в том же 30-м году на математическом конгрессе делал доклад Курт Гёдель, молодой философ и математик, принадлежащий, кстати, школе Гильберта. Он тоже занимался формальными системами достаточно плотно. и он на этом конгрессе докладывал свой результат о полноте исчисления предикатов. То есть, как раз вот та самая логическая машина, которая производит теоремы в любом формализме математическом, формализме Гильберта, оказалось, что эта машина является полной. В том смысле, что какова бы ни была тавтология, то есть истинная в любых моделях, в любой интерпретации формула, она будет еще и доказуема. То есть, можно предъявить алгоритм, который за конечное число шагов, отталкиваясь от логических аксиом, покажет истинность этой самой тавтологии. Это очень хорошо, потому что это не оставляет никаких дыр в вычислении предикатов, то есть, в той самой машине, которая позволяет нам производить на свет новые теоремы. кстати, надо заметить, что сейчас, в последние годы особенно, получили свое развитие системы доказательств. Это так называемые проферы и пруверы, которые на компьютерном языке, с помощью компьютеров, умеют проверять доказательства теорем и даже доказывать новые. Ну, вот яркий пример это теорема о пяти красках, которая была доказана при помощи компьютерного перебора. Потом ее еще несколько раз передоказывали. И даже теорему Гёделя уже смог доказать компьютер. Я уж не говорю о таких простых теоремах, как там основная теорема арифметики и тому подобное. Эти вещи можно, если их грамотно запрограммировать, то можно получить их доказательства компьютерным путем, что и подтверждает, в общем-то, силу вот этого формального подхода Гильберта. Но в конце того же самого доклада Гёдель сказал в обсуждении его результата о том, что если мы возьмем в качестве формальной теории арифметику, обычную арифметику натуральных чисел, но с аксиомой индукции, то в этой теории в языке арифметики можно сформулировать такую формулу, которая будет недоказуема и неопровержима. По сути, он нам сказал, что если мы возьмем арифметику, то в ней существует формула, которая является аналогом пятого постулата. Мы можем эту формулу безбоязненно присоединять к арифметике, а также мы можем ее отрицание тоже присоединять к арифметике. То есть эта формула не будет доказуема. не доказуема, неопровержима. Она не будет в арифметике. Но надо пару слов сказать о том, что вот эта формула, которую построил Гёдель, она очень специфическая. Она основана на интерпретации парадокса лжеца для арифметики. И по сути, она сама про себя заявляет «Я недоказуема». То есть формула языком арифметики, то есть языком отношений между числами, сама про себя, а точнее про свой собственный номер в нумерации Гёделя говорит о том, что она сама недоказуема. Понятно, что этот результат математиками воспринимался, ну, скажем так, без энтузиазма, потому что фактически получается, что это некий какой-то там логический трюк, который приводит нас к неполноте арифметики. То есть вот нарушает вот этот вот третий принцип Гильберта. но он нарушает при помощи такой теоремы, которая, такой формулы, которая, в общем-то, никому не интересна. Это искусственный прием. Вот как всякие контрпримеры, которые любил строить в Ежстрасс, вот, так тут еще хуже, потому что это просто логический трюк. Как бы, ну и что, есть такая формула, а какое это отношение имеет к настоящей математике. Вот если бы какая-нибудь там основная теорема арифметики оказалась бы независимой от аксиома арифметики, то есть ее нельзя было бы ни доказать, ни опровергнуть. Вот это уже была бы настоящая бомба. Поэтому, в общем-то, этот результат, он, ну так, оставался и остается в некой тени. Вот. Хотя, конечно, он очень сильно ударил по авторитету гильбертовской программы формализации. Но надо сказать, что сам Гильберт совершенно спокойно воспринял этот результат. Он сказал, что, ну, наверное, нам надо просто арифметику чуть-чуть расширить, усилить ее трансфенитными числами Кантора. То есть, помимо натуральных чисел взять еще трансфенитные числа, какие-то там не все, может быть, а счетный набор. И, тем самым, закрыть проблему неполноты арифметики. То есть, сделать ее более мощной, более полной. Действительно, в сороковых годах ученик Гильберта Генсон, он доказал, что, если мы берем вот такую расширенную арифметику с трансфенитными числами, это не противоречивость самой арифметики. Но, чисто философски, да, вроде бы нормальный подход, потому что расширение арифметики такими же числами, оно выглядит вполне себе непротиворечивым, потому что мы добавляем к основному ряду натуральному его клоны, и как бы на этом пути вряд ли можно получить какое-то противоречие. А когда мы уже эти клоны добавили, то с помощью этой более сильной теории мы доказываем непротиворечивость самой арифметике, то есть вот этого вот ядра числового. И отсюда вроде как должно следовать, что и вообще вся вместе, даже вот эта расширенная усиленная арифметика тоже непротиворечива. Но с точки зрения математики все-таки, конечно, все не так просто, потому что получается, что мы усилили теорию, и с помощью более сильной теории доказали непротиворечивость слабой, с помощью которой мы отталкивались изначально. Ну и получается такой нехороший порочный круг, хотя достаточно показательный пример. Но по-настоящему таким сильным примером хорошей иллюстрацией теоремы Гёделя о неполноте стала именно теорема Гудстейна. А именно в 1944 году английский преподаватель математики по фамилии Гудстейн опубликовал статью, в которой он доказывал некую арифметическую теорему. Она уже не содержит никаких логических трюков, никакой там нумерации Гёделя нет, и какой-то еще штуки, которая работает именно с формулами арифметическими. Он просто построил некоторую числовую последовательность вполне себе обычным путем арифметическим, пользуясь разложением по основанию чисел, и доказал теорему про эту последовательность. Но доказал он ее при помощи вот этой расширенной арифметики при помощи трансфонитных чисел. И более того, из схемы доказательства даже видно, что там к обычным натуральным числам доказательства свести никак не получится. И теорема вот эта подвисла в воздухе, потому что стало непонятно, а вообще возможно ли ее доказать в классической арифметике или нет. И это была теорема, которая стала первым и явным претендентом на роль пятого постулата в уже самой арифметике. То есть в той теории, которая считается вообще королевой математики, базисом всей математики. То есть такая теорема получается независима от того самого базиса из аксиома арифметики, включающих правила работы с операцией арифметическими, а также аксиома индукции. И действительно впоследствии, а именно в 1982 году, то есть почти через 40 лет после опубликования этой теоремы, Кёрби и Порис доказали, что теорема Гудстейна не может быть доказана в стандартной арифметике. И более того, сама теорема Гудстейна эквивалентна утверждению о том, что арифметика не противоречива. То есть если арифметика противоречива, то понятно, что там любая теорема доказывается, в том числе и теорема Гудстейна. Но если арифметика не противоречива, то доказать в ней теорему Гудстейна невозможно. Но при этом непротиворечивость арифметики вообще эквивалентна этой самой теореме. И вот теперь, так сказать, дав вот этот исторический обзор, я перехожу уже непосредственно к формулировке и доказательству теоремы Гудстейна, а также в конце мы посмотрим, каким методом все-таки было получено доказательство независимости теоремы Гудстейна от арифметики Пиано. Всем пока!